Светло Светло Сад красивый, кругом твердыни горделивый, вияся, живо зеленел. Светло 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 Есть ли и может ли быть у кольца начало? Нет, конечно, так любой ответит. И все же началом Садового кольца склонны считать москвичи Крымский мост. Был здесь в древности печально знаменитый Крымский брод, через который переправлялись при набегах на Белокаменную крымчики-ордынцы. Очертаниями напоминает Крымский мост букву М. За главную в имени нашей столицы. Крымский мост Один из крупнейших цепных мостов в Европе. Создали его инженер Константинов и архитектор Власов. И, конечно же, рабочие, смонтировавшие мост за 56 дней. Садовое кольцо спаяно воедино из 16 улиц. Первое, если идти от Крымского моста, называется Зубовским бульваром. В самом истоке его расположены бывшие провянские склады, построенные архитектором Шостаковым по проекту Василия Стасова. Скучноватое слово. Склады. Но вот ведь считаются они замечательным образцом московского ампира. Интересно, что возведен величественный из трех корпусов ансамбль по проекту, как выражались в старину, образцовому, попросту говоря, типовому. Простота и размах можно было бы начертать под этим проектом. Особняк дворян Калагривовых годами почтение окружающих строений. Старожитель бульвара он как будто отступил в глубину, точно испугавшись высокорослых соседей. Простота и размах хочется повторить еще раз. Здание агентства печати новостей и союза журналистов СССР. Оно родилось уже в наши с вами дни, через полтора ста лет после возведения провянских складов. Но согласитесь, перекликается с ними по высоте и архитектурному решению. Помнится, журналисты шутили, да, удалось зодчим и волков современности насытить, и овец старины уберечь. Ну а возвращаясь к тону серьезному, добавим, что группе советских архитекторов, возглавляемых Виноградским, на деле в камне удалось доказать, насколько плодотворным может быть чуткое уважительное отношение к наследию прошлого. Во время Олимпиады 80 в этих корпусах работал пресс-центр. Зарубежные корреспонденты, а было их без малого три тысячи, дружно отмечали прекрасные условия, созданные для их труда в Москве. Нельзя не упомянуть о прекрасной Садовой улице, сообщал старинный путеводитель в Москве, изданный Сергеем Глинкою. Писатель Загозкин удивился смешению на Садовой сельской простоты и городской роскоши. Быть может, мысль о роскоши внушил Загозкину великолепный дворец князя Гагарина, где доводилось ему бывать, и вообще собирались нередко московские литераторы. Сюда, полагают, захаживал и Пушкин, а супруги Гагарина, выдающейся актрисе Семеновой, вспоминал он в Онегине. О ней писал, говоря о русской трагедии, говоришь о Семеновой. Все принадлежит ей и ни от кого не заимствовано. Вот и отшагали мы Зубовский бульвар. Вышли на угол Кропоткинской улицы, бывшей Причистенки. Высится над перекрестком дом фабриканта Жиро, где снимали квартиру художник Врубель и жена его, певица Надежда Заберла. Это она глядит на нас с полотна царевна-лебедь. Часто навещал в Рубелии римский Корсаков. Значительная часть проведенного мною времени в Москве прошла у вас в доме, говорил композитор, подумавший всерьез о переезде из Петербурга во вторую столицу. Как же возникло садовое кольцо, замкнутое, почти правильной формой? В конце 16 века окружали город деревянные и земляные стены Скородома, громадного оборонительного сооружения. Со временем Скородом утратил боевое свое значение. А после изгнания Наполеона было решено протянуть по линии исторических валов широкую улицу.